Привет, друзья! С вами канал «Жизнь прекрасна». Приглашаем вас в Музей Фаберже, первый российский негосударственный музей, открытый в 2013 году. Миссию по сохранению, изучению и возврату достояния России взял на себя Культурно-исторический фонд «Связь времен», который основал Виктор Виксельберг. Музей Фаберже находится во дворце на Рыжкиных-Шуваловых и является памятником архитектуры XIX века. Возможным архитектором дворца называют Жакома Кваренги. Вестибюль и парадная лестница с колоннами дворца Шуваловых ведет на второй этаж, где расположены 11 залов. Синяя гостиная поражает богатством и разнообразием отделки. Была создана по проекту Бернара де Симона. Синий с крупным серебристым рисунком шелк на стенах обилие золоченой лепки, живописные картины в овальных и круглых рамах на подугах, в наклодных вогнутых поверхностях свода, белый мраморный камин и зеркала стали достойным украшением Синей гостиной. В Синей гостиной представлена ценная коллекция пасхальных яиц фирмы Фаберже, созданных по заказу последних российских императоров Александра III и Николая II. Курочка – это первое яйцо, изготовленное фирмой Фаберже по заказу Александра III и подаренное им Марии Федоровне. Идея с пасхальным яйцом очень понравилась императрице, и Фаберже стал придворным их поставщиком, а высочайший заказ с этого времени возобновлялся в течение 32 лет. Коронационное яйцо с каретой посвящено торжествам, связанным с венчанием на царство Николая II и его супруги. Миниатюрная точная копия кареты Екатерины II, использовавшихся на коронациях, стала сюрпризом пасхального подарка работы Фаберже, поднесенного императором Николаем II супруге Александре Федоровне. Яйцо с эмали розово-лилового цвета с тремя миниатюрами было подарено вдовствующей императрице Марии Федоровне. Судьба яйца в настоящее время неизвестна. Сохранился только сюрприз яйца, рамка в форме сердца на подставке. При помощи механизма сердечко раскрывается в трелистник клевера с портретами сына, невестки и первой внучки. Яйцо ландыши – любимое яйцо Александра Федоровны, украшенное ее любимыми цветами. Сюрпризом яйца являются миниатюрные портреты мужа и двух старших дочерей – Ольги и Татьяны. Пасхальное яйцо-часы «Петушок» – единственное яйцо-часы, имеющее круглый и плоский циферблат. Сюрпризом этого яйца является «Петушок», оклеенный настоящими птичьими перьями и укрепленный на ажурной платформе, который появляется при нажатии на кнопку и открытии ажурной крышки. «Петушок» кукарекает, раскрывает клюв и хлопает крыльями, после чего опять скрывается внутри, а крышка закрывается. «Пасхальное яйцо» – 15-летие царствования, посвящено юбилейной дате в жизни империи и царской семьи. На скорлупке в овальном медальоне под пластинкой из горного хрусталя начертана дата вступления на престол Николая и Александры. Яйцо 15-летие царствования украшено портретами и повествовательными историческими композициями. Для матери Николая II Марии Фёдоровны Фаберже изготовил пасхальный подарок – лавровое дерево. 325 листочков кроны дерева из нефрита по форме напоминают яйцо. Дерево посажено в катку из белого мексиканского оникса. Сюрприз яйца – птичка-печушка с переливающимися натуральными пёрышками. Заведённая ключом, начинает петь, поворачивает головку в разные стороны и хлопает крылышками. Пасхальное яйцо – орден Святого Георгия, посвящено награждению сына и внука императрицы Марии Фёдоровны. С двух сторон яйца на шарнирах закреплены накладные знаки Георгиевских орденов и медалей. При нажатии на кнопку они открываются и становятся видны акварельные миниатюры с портретами Николая II и цесаревича Алексея. Пасхальное яйцо-бутону розы посвящено Александре Фёдоровне, принявшей православие. Сюрпризом яйца является бутон чайной розы на коротком стебельке. Внутри бутона была императорская корона, усыпанная бриллиантами и двумя рубинами, но со временем утрачена. Горизонтально расположенное пасхальное яйцо представляет собой овальную шкатулку Ренессанс. Оно вырезано из агата, оправа изготовлена из золота, которое украшают львиные маски и вкрапления алмазов и рубинов. Яйцо Воскресения Христова предполагает, что это утраченный сюрприз яйца-шкатулки. Оно выполнено из горного хрусталя с поисками алмазов. Внутри яйца фигурки спасителя и двух ангелов. Кроме членов императорской семьи, яйца с сюрпризом могли приобрести узкий круг представителей титулованной и промышленной элиты. Среди них герцогиня Мальбора. Ей принадлежало яйцо-часы, покрытое нежно-розовой эмалью со стрелкой-змеей. Пасхальное яйцо Шантеклер выполнено для Варвары Петровны Кельх. Оно имеет часовой механизм, круглый циферблат и сюрприз в виде петушка. Петушок декорирован россыпью алмазов на фоне эмалированного золота. Парадная красная гостиная раньше называлась Нарышкинской. Интерьер гостиной в нынешнем виде сформировали Бернарда Симон и Рудольф Бернгард. Отделка панелей и зеркальный храм выполнена из темного полированного орехового дерева. На шатровом потолке изображен герб этого известного рода. Сегодня в красной гостиной представлена коллекция русского художественного серебра XVIII-начала XIX веков, периода, когда отечественные мастера не знали себе равных в мире. В витринах серебряная посуда, кубки, часы, грифоны, золоченое серебро, чайный сервиз, чаша птица и другие предметы. Среди экспонатов красной гостиной вазы-кратеры с изображения членов роты дворцовых гренадер в залах Зимнего дворца и тюллерии. Прес-попье-тройка серебряная скульптура малых форм отличается блестящей техникой литья. Порт-карандаш Иван Калита выполнен в виде фигуры московского князя Ивана Калиты. Головной убор князя украшен сапфирами и изумрудами, а сам он жадно обхватывает денежный мешок Калиту и представляет собой емкость для карандашей. Кувшин, увенчанный серебряной головой барана. Умывальный кувшин, ручка итулова кувшина рукамоя, украшена изображениями психеи. Чайно-кофейный сервиз изготовлен по случаю бракосочетания Константина Николаевича и великой княгини Александра Иосифовны. Его вес примерно 27 килограмм. Ковш презентационный с красными эмалированными вставками по жалам императором и Николаем II князю Льву Сергеевичу Голицыну за заслуги в развитии отечественного виноделия. Ручки ковша увенчаны двумя орлами. Изделия русских серебряников, которые имитируют соломку, лыка, бересту, ткани и другие исконно русские материалы. Одним из лучших образцов имитационной техники является самовар золоченого серебра. Рыцарский зал украшает фриз с изображением средневекового рыцарского турнира, который дал название залу, и барельефы на тему Отечественной войны 1812 года. В зале представлены серебряные изделия, набор из 12 именных офицерских чарок в виде серебряных фуражных ведер и серебряный презентационный ковш, украшенный двуглавым орлом. Это подарок князя Боленского офицерам лейб-гвардии конного полка. Ковш весит 12 кг. Модель царь-пушки, чаша для пунши и черпак, подарочная ваза и полковая коробка для сигар. Серия акварелей с изображением солдат и офицеров. Также здесь экспонируются закладные доски военных морских кораблей. За рыцарским залом следуют небольшие комнаты. В одной из них сегодня находится бежевый зал, в котором представлена богатейшая коллекция изделий из выемчатой витражной эмали и изделий, украшенных эмалью по скане, жемчугом и драгоценными камнями. Предметы декоративно-прикладного искусства служили призами и подарками по случаю юбилеев и памятных событий. В другом крыле музея разместились следующие залы. Золотая гостиная названа по цвету штофной обивки стен. Это бывшая парадная столовая. В золотой гостиной шатровый потолок. По бокам от дверных и оконных проемов расположены барочные винтовые колонны из полированного ореха с золочеными амурами наверху. На шатровом потолке герб Нарышкиных. В золотой гостиной представлены царские подарки фирмы Фаберже и золотые презентационные коробки. Среди подарков и подношений первое место занимали табакерки, которые были символом знатности и богатства. Табакерки украшались государственной символикой, вензелями августейших особ и портретами императоров от Петра I до Николая II. А это блюдо с монограммами императора Николая II и императрицы Александра Федоровны из Нефрита. Ручки блюда украшены медальонами с вензелями русской императорской четы выложенными алмазами. Бомбоньерка в виде золотого ампирного кресла покрыта красной и лимонно-зеленой эмалью. Декоративная чарка изготовлена из золота в технике витражной эмали. Печать сова выполнена из нефрита и золота. Парфюмерный флакон с крышкой в виде скульптурной женской головки. Бомбоньерка в виде устрашающей головы бульдога изготовлена из яшмы с бриллиантовыми глазами, ноздрями и зубами. Фигурка пляшущего мужика относится к группе фантазийных предметов. В их изготовлении применялась сложная техника поликаменных фигурок. Все детали вырезались из отдельных камней и соединялись между собой. Миниатюрный паршес. Корпус сделан из золота и прочеканен. Поверхность покрыта прозрачной желтой эмалью. На окнах из горного хрусталя програвированы изображения занавесок. Ручки вырезаны из слоновой кости и могли служить вязальными крючками. Фигурка улитки вырезана из нефрита и агата. Орожки увенчаны рубиновыми вставками в золотых кастах. Настольное украшение корзинка с ландышами. Золотая корзинка доверху наполнена мхом из зеленого золота, над которым парят жемчужные цветы ландыша на золотых стебельках с нефритовыми листочками. Цветок анютины глазки выполнены из золота и покрыт нежнейшими полихромными эмалями. Листья выполнены из нефрита, а стаканчик из горного хрусталя. Цветок будто живой и стоит в вазочке с водой. Фигурная композиция белый медведь на льдине вырезана из горного хрусталя. Миниатюрная печать тюлень на льдине крошечный тюлень изготовлен из обсидиана на льдине из горного хрусталя. Ваза в виде урны с крышкой на подносе выполнена из серебра с позолотой. Кубок из серебра с позолотой выполнен в форме рога. А мы переходим в аванзал. Аванзал ранее служил официантской. На стене аванзала сохранился мраморный барельеф XVIII века изображающий детскую вакханалию. Сегодня в зале представлена коллекция многоцветных гелише-эмалей фирмы Фаберже состоящих из 144 оттенков. Здесь можно увидеть ювелирные изделия, часы и рамки для фотографий, аксессуары и драгоценные предметы туалета и личного обихода. Из аванзала попадаем в верхнюю буфетную. Сегодня здесь представлены работы французских и русских художников, творчество которых ассоциируется с импрессионизмом. Картины освещаются только лучами, идущими сверху, поэтому создается впечатление, что светятся сами произведения искусства. Центральное место в этом зале занимает ваза, изготовленная на императорском фарфоровом заводе. На ней изображена композиция из цветов и фруктов на фоне пейзажа и украшена орнаментом, воспроизводящим акулью кожу. Через верхнюю буфетную попадаем в выставочный зал. Он находится на месте большой парадной столовой, позднее был переделан в большой кабинет, который являлся скорее домашним музеем. От старой отделки сохранился только камин с мраморным барельефом, изображающим детскую вакханалию, как и в авансале. Из вещей Шуваловского художественного собрания остался вделанный в стену триптих. На нем изображены благовещение, святая Анна, проповедующая в храме и поклонение волхвов. Экспозиция выставочного зала представляет группу предметов, выполненных из различных самоцветов фирмы Фаберже. Среди них набор из шести чарок в виде подстаканников со стаканчиками. Стаканчики вырезаны из горного хрусталя, а золотые оправы покрыты рисунком белой выемчатой эмали. Ручки чарок выполнены из покрытых красной эмалью золотых рублей времен Екатерины Великой. Настольные часы с глобусом. Корпус выполнен из нефрита, а глобус из горного хрусталя. На его поверхности выгравированы основные морские пути. Часовой механизм, соединенный с осью глобуса, приводит его в движение. Нанесенная на совпадающий с экватором золотой образ шкала позволяет определить время в разных точках земного шара. Настольные часы лунный лик. В выставочном зале собрана коллекция живописных произведений. Среди них суд Париса, демоны Тамара, смерть Ивана Грозного и другие. И последний зал, который мы посетили, это кабинет графа Шувалова, его еще называют готическим залом. Здесь представлено богатое собрание религиозных предметов. Особую ценность имеют иконы 16 века и серебряные оклады рубежа 19-20 столетия. Среди экспонатов царские врата, созданные около 1600 года. Это самый старый музейный экспонат. Складень трехстворчатый, богоматерь утолимая о печали, великомученица Варвара и святой князь Владимир. Икона Господь Вседержитель. Складень трехстворчатый, спас нерукотворный, святой Николай Чудотворец и святой Георгий Победоносец. Ковчег мощевик и икона избранные святые трехрядица. Иконы преподобный Серафим Саровский, покров Богоматери, святой князь Владимир и другие иконы. Вот и подошел к концу осмотр экспозиции музея. Если у вас есть возможность, посетите музей, посмотрите на эту красоту. А я прощаюсь с вами. До новых встреч, друзья!